Они шьют балаклавы, бельё и носилки, плетут маскировочные сети, комплектуют кровоостанавливающие жгуты и гигиенические наборы. А с недавнего времени разработали технологию супов быстрого приготовления и наладили их выпуск. Чтобы там, в зоне боевых действий, ребята чувствовали заботу близких и любящих людей. Вот у нас есть аппарат, называется дегидратор. А в процессе сублимации дегиденты высушиваются, и поэтому они долго могут храниться. Затем, когда заваривают кипятком этот суп, он опять раскрывает свои свойства, и вкус очень отличится от свежеприготовленного. Благодаря их ежедневному, безвозмездному труду поток гуманитарного груза в зону СВО не прекращается. Всё потому, что добровольцы выполняют свою работу не по приказу, а по зову сердца. Сделали акцент на технические средства. У нас предприятие полторы тысячи человек, мы проводим сборы, и каждый раз определяем, для кого мы собираем и на что собираем. Глава округа Андрей Иванов посетил мини-производство в Звенигороде и пообщался с теми, кто взял на себя заботу о наших военнослужащих. Число тех, кто хочет присоединиться к волонтерской деятельности, постоянно увеличивается. На помощь приходят профессионалы своего дела – портные, швеи, мастера разных областей деятельности. Дефицит есть какой-то? Чего-то не хватает? Да, нам нужно… по материалу нету дефицита. Всё хорошо. Всё есть, да? А что нужно? Нам нужна специальная машинка, которая легче ускорит выход в день. Все пожелания будут учтены. В скором времени производство дополнят современными швейными машинками, сушилками для сублимации продуктов и размотчиками тяжелых рулонов ткани. Елена Краева, телекомпания Одинцова.